МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала РАЗ-ТВ программа «Разные новости». Все, что удивляет, развлекает и обнадеживает. В студии Алексей Веселкин и Мария Хайзина. Сегодня в выпуске. Под крышей дома своего. Из чего сделан ваш мобильник? Танцуй, Миша, танцуй. Внимание, конкурс. И еще множество фактов и событий, о которых мы сами до этой программы не имели ни малейшего представления. Мы расскажем то, о чем другие промолчали. В английском городке Скарбора на берегу Северного моря высится белокаменный жилой дом. Пять лет назад тихая семейная пара купила общественный туалет и взяла в аренду небольшой земельный участок под зданием. И в итоге решили поселиться в туалете. Им пришлось полностью изменить внутреннюю часть здания. В итоге общественный туалет превратился в комфортабельный дом со спальней, ванной, гостиной, маленькой кухней и подогреваемыми полами. Общая стоимость проекта составила 35 тысяч фунтов стерлингов. Семья китайского сапожника Цзэн Лидзюня тоже проживает в туалете. Отмыв практически до больничной белизны от хуже места, они сделали его своим домом. Конечно, до английского комфорта еще очень далеко. Но, как говорится, лиха беда начала. Ведь лучше дома места нет. Кстати, Мария, как ты думаешь, из чего сделан твой мобильник? Ну, даже не знаю, из чего же, Леш. Из самолета. Не веришь? Тогда коллега Гвоздев сейчас все объяснит и тебе, и телезрителям. Здесь покоятся списанные СВВС самолеты. От самолетов-шпионов до сверхзвуковых фантомов и грозных бомбардировщиков. Для сборщика технических отходов Рамона Мартинеса старый старлихтер стал золотой жилой благодаря тоннам алюминиевых панелей, километрам медных проводов и тысячам электрических компонентов. Идеального сырья для клавиатур и схем мобильных телефонов. старлихтер весит 65 тонн, но экскаватор расправляется с ним, как легендарный тузик с резиновой грелкой. Чтобы понять всю его свирепость, нужно просто взглянуть изнутри. Всего за 40 минут Рамон Мартинес превратил некогда гордый авиалайнер в груду мусора для ближайшей помойки. Сначала останки старлихтера скармливают вальцовой мельницей, чьи стальные зубья перемалывают их на тысячи кусочков, плывущих по транспортеру. Их нужно рассортировать. Для этого используется сложная система фильтров и магнитов, а также сортировка вручную. А вот и конечный продукт. Куча алюминия, стали, меди, цинка и тому подобного. Из них делают клавиатуры, материнские платы, электросхемы, проводку и корпуса модных гаджетов. И добыть все это из старого старлихтера или реактивного истребителя намного дешевле, чем из-под земли. Так что внимательнее смотрите свой мобильник. Может, сможете разглядеть в нем старенький МИК или Фантом. Поистине какая-то бугаковская история приключилась в Сыктывкаре. Судебные приставы выселили из общежития кота, два года проживавшего в комнате и не платившего по счетам за коммунальные услуги. За отвратительный нрав и характер владельцы оставили животное при переезде. И хотя хозяйка изредка навещала кота и кормила его, кот буянил и громко мяукал, не давая соседям спать. И вот после нескольких месяцев непрерывных жалоб кот получил по заслугам. Вооружившись специальными средствами, приставы отловили-таки кота и этапировали его в приют для бездомных животных. Что примечательно, кроме хвоста, усов и лап, других документов на жилье у него не оказалось. Прям как в одном известном мультфильме. А в Соединенных Штатах есть люди, которые, если и переезжают куда-нибудь, то только со своим домом. И вот уже по американским дорогам колесит дом. Нет, не туристический трейлер, которых в сезон отпусков десятки и сотни на каждом километре, а именно дом из бруса, с верандой, двускатной крышей и спальней, обшитой вагонкой. Добро пожаловать в прото-хаус. Ну вот, собственно, и домик. Его площадь всего 12 квадратных метров. Но, тем не менее, здесь и небольшая кухня, на втором ярусе у нас спальня, и вы не поверите, моя гордость – два туалета и душ. У нас даже печь здесь есть для обогрева помещения в холодные дни и суровые ночи. Не камин, но все же. Вы спросите, почему трейлер носит гордое имя прото-хаус? Все просто. Экология, друзья мои, экология. Дом настолько близок к природе, что все здесь выполнено без особого вреда для матушки природы. Электричество от солнца и ветряной мельницы. Вода подвергается вторичной очистке и позволяет использовать одну и ту же воду и на туалет, и на посуду. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Самое странное ограбление зафиксировали камеры наблюдения в одном из банков в китайском Шанхае. Редкие посетители до девичьей разговоры в стиле героинь секса в большом городе – это все, что было способно хоть как-то на минуту-другую разнообразить вялые и скучные до зевота серые будни девушек-кассиров. И так изо дня в день в режиме 5 через 2 практически до пенсии. Если бы не этот, абсолютно ничем не примечательный мужчина, зашедший в банк вроде как и многие, заплатить за коммунальные услуги или отложить на старость сотню-другую юань. Но когда вопреки логике зафиксированный всеми камерами слежения гражданин надел маску, мир двух банковских менеджеров перевернулся и в ту же секунду стал ярок и разноцветен. Несложно догадаться, что творилось в головах и сердцах девушек, когда они четко следуя инструкции поднимали тревогу, звонили в полицию и спасали наличные. В ожидании полиции, вооружившись не то зонтиком, не то фонариком, отважные девушки приготовились дать отпор незваному гостю. Но перспектива рукопашной схватки с кассирами ничуть не смутила злодея. И он с каким-то скандинавским хладнокровием и методичностью кузнеца продолжал расчищать путь к заветной цели. Благоразумно решив не искушать судьбу, девушки поспешили скрыться в подсобном помещении. А тем временем налетчик, словно вине пух, после визита к кролику застрял в вырубленной им же дыре. Шло время, а в радиусе нескольких кварталов от банка так и не появилось ни одного полицейского. Несмотря на завывающую сирену и грохот, доносящиеся из банка. Уже когда преступник с добычей собирался покинуть офис, он снова застрял в той же дыре. И в этот момент на пороге банка появились полицейские. С пистолетами наперевес скопы всем своим видом демонстрировали готовность пресечь это безобразие. Но висящий на одной ноге преступник демонстрировал поистине олимпийское спокойствие. И вырвавшись из цепких объятий витрины, даже попытался скрыться. Полицейским ничего не оставалось, как открыть огонь на поражение. Но китайский джентльмен удачи без паники и даже как-то флегматично продолжил искать выход из-за подни. Уважаемые телезрители, мы специально остановили наш сюжет для того, чтобы объявить конкурс. Друзья, мы предлагаем вам угадать, чем же закончится эта криминальная история. Свои ответы отправляйте на наш интернет-сайт, адрес которого вы видите на экранах. Всех правильно ответивших на наш вопрос ждут призы и подарки. Мы ждем ваших ответов. А сейчас коротко одной строкой о забавном, значительном и неординарном. Эверот Каннион из Англии женился на резиновой кукле. Это событие можно было рассматривать как курьез или экстравагантную шутку, если бы это не был уже второй его подобный брак. У голландского художника Сандра Рейджерса насчет этого свое мнение. Он кромсает резиновых кукол на куски и шьет одежду, идеальную для дождливой и ветреной погоды. В Таиланде, в лагуне рядом с островом Яуной, построен кинотеатр на воде. Если быть точнее, то первый в мире кинотеатр, расположенный в открытом океане. И в такой обстановке уже, в общем-то, и не важно, что демонстрируется на киноэкране. Самое длинное в мире свадебное платье шили румынские портные. Для демонстрации наряда дизайнерам даже понадобился воздушный шар. Длина шлейфа составляет почти три километра. Платье на протяжении ста дней шили десять швей. Лишь в пять лет познал, что такое парикмахерская, английский мальчик Рин Картер. Мать мальчика с рождения берегла голого сына от стрижки. Но когда в подготовительном классе за мальцом закрепилась вполне обидная для парня прозвича Рапунцель, мама все же решилась подстричь его. Не совсем понятно, что увидел молодой медведь наверху, но то, что он стремится привлечь к себе внимание, это точно. Медвежье диско в рубрике «Без комментариев». Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Из сегодняшней программы вы узнали, кто живет в общественных туалетах, как из самолетов делают мобильные телефоны, что такое движимое-недвижимость и что можно сделать с резиновой женщиной. В свою очередь мы приглашаем всех наших телезрителей к сотрудничеству. Пишите и сообщайте о том, что необычного происходит рядом с вами, и присылайте видеоматериалы. И помните, покуда на белом свете хоть одному человеку будет интересно жить, разные новости будут в эфире. Всего доброго! До встречи!